Нами, вот мной лично, Станиславом, еще несколькими человеками у нас на глазах, писалось заявление по поводу сепаратистских выступлений, заявлений господина Дятлова и господина Николенко. Нами лично относились эти заявления в СБУ. Это было в самом начале 2014 года, если я не ошибаюсь, еще во всю шла война. Ну, не война вот эта, которая сейчас идет, а война между Майданом и той властью, которая действительно воевала с собственным народом. Ну, понятно, тогда чего было ждать. Но поменялась власть, появились новые возможности. А нам заявляют, нет состава преступления, нет документов, нет свидетелей, экспертиза тянется там несколько лет. А второй момент, о котором вот говорил Демид, да, а на самом-то деле это все связано. Вот у нас есть такая иллюзия, что Facebook это вот собрание таких вот, ну вот очень активных людей, их очень много, и мы все окружены единомышленниками. На самом деле Facebook гениально просто таргетирует аудиторию. И он нам подсовывает, и как бы вот публикует разными способами, подбрасывает те темы, на которые мы реагируем, с которыми мы согласны, среди которых нам комфортно. И вот у нас создается такая иллюзия того, что мы все едины, у нас так много. Ну, извините, пожалуйста, а кто, хорошо, Демид говорит, не мы выбирали Януковича. Да, я не голосовал за Януковича, я и не голосовал и за Дятлова. Но кто выбрал самую большую фракцию в городском совете? Кто выбрал такую фракцию в областном совете? Кто сейчас, находясь в областном совете, пара из рта не выпустит по поводу заявления господина Ясинского? Кто прекрасно себя чувствует в компании господина Барны, которые, кстати, даже ни один, ни другой, даже не попали на комиссию по депутатской этике, которую, кстати, возглавляет руководитель, представитель фракции БПП в городском областном совете? Это те люди, которых выбрали, выбрали абсолютно легитимно, как Гитлера в 1933 году. А потом дальше вот мы имеем то, что имеем. Так что давайте не строить иллюзии, что наше бурное выступление на Фейсбуке на самом деле является отражением бурной общественной жизни в Николаеве. Это бурная жизнь нас и наших единомышленников, которых, увы, меньшинство.